В Кашхабском районе успешно реализуются различные программы и проекты, направленные на улучшение жизни сельских поселений. Один из них – национальный проект «Культура». Благодаря ему в ауле Ходс было возведено новое здание сельского дома культуры на 300 мест. На строительство данного объекта выделено 51 миллион 740 тысяч 120 рублей. Также были потрачены дополнительные средства из бюджета района и внебюджетных источников более 1 миллиона рублей. Завершение строительства открывает новые возможности для предоставления услуг в сфере культуры населению как самого аула Ходс, так и всего Кашхабского района. В ходе реализации национального проекта «Культура» в части капитального ремонта культурно-досуговых учреждений в сельской местности в начале 2020 года были начаты работы по капитальному ремонту здания СДК «Хутора Казина Кужорский», который был завершен 31 августа 2020 года. Значение данных при образовании трудно переоценить, так как сельский дом культуры – это не только место, где проходят различные праздники, но и сходы собрания жителей. Более того, в филиале СДК «Хутора Казина Кужорский» в различных коллективах занимается более 90 участников, а в новых условиях появятся дополнительные клубные формирования, различные кружки и любительские объединения как для детей, так и для взрослых. Отрадно отметить, что библиотеки Кашхабского района в последние годы кардинально модернизируются. Открытие уже второй модельной библиотеки в нашем районе стало возможным в рамках федеральной целевой программы «Культура России». Библиотека представляет собой современное учреждение, способное эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции. После проведения капитального ремонта и дизайна внутреннего пространства в библиотеке Аула Бельчипсин появилось современное оборудование и мебель, новая компьютерная и мультимедийная техника, значительно обновился книжный фонд. Кашхабский район всегда славился своими спортивными достижениями, и для этого одной из приоритетных задач администрации района является создание инфраструктуры для занятия различными видами спорта. В январе 2020 года на базе Кашхабской школы номер один были начаты работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках реализации региональной программы «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Данный спортивный объект стал крупнейшим в муниципалитете и, несомненно, дал новый импульс физическому развитию жителей района. Доступ к качественному образованию – главная цель национального проекта образования. В прошлом году на территории Кашхабского района было реализовано сразу два проекта. Это региональная программа «Успех каждого ребенка», в рамках которой производился ремонт спортивных залов в девяти школах района. Общеобразовательные учреждения поселка Майский и Аула-Игерухай приняли участие в проекте «Современная школа». Следует отметить, что Кашхабский район первым в республике приступил к реализации проекта «Точка роста». На создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей из федерального и республиканского бюджетов были выделены средства на приобретение оборудования и техники. Средства бюджета были направлены на подготовку помещений. В рамках реализации национального проекта «Экология» в Кашхабском сельском поселении был реализован масштабный региональный проект водоснабжения под названием «Чистая вода». По программе в поселении появились четыре скважины глубиной 200-300 метров, две водонапорные башни на двух водозаборах. Чистая вода будет поступать в дома жителей Аула по новой трассе системы водоснабжения протяженностью свыше 40 километров. Благоустройство дворовых территорий является частью масштабной государственной программы формирования комфортной городской среды. В рамках реализации программы в 2020 году в Кашхабском сельском поселении были благоустроены придомовые территории дома номер 3 и 7 по улице Спортивная и дом номер 1 по улице Филатова поселка Майский. Национальный проект направлен в первую очередь на повышение уровня жизни и создание комфортных условий для проживания. Доступность к качественной первичной медико-санитарной помощи является важнейшим индикатором, по которому жители оценивают всю систему здравоохранения. В ходе реализации национального проекта здравоохранения в Кашхабском районе было возведено 4 фельдшерско-акушерских пункта. В хуторах Красный, Кармалино-Гидроицкий, Политотдел и в поселке Комсомольский. Многие из них располагались в приспособленных помещениях, что доставляло неудобства пациентам. На сегодняшний день все ФАПы введены в эксплуатацию. Одним из ключевых направлений национальных проектов является дорожное строительство. В рамках проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» был осуществлен ремонт участка дороги Дружба-Игерухай, обновлено дорожное полотно подъезд к поселку Комсомольский. В ходе реализации национального проекта «Комплексное развитие сельских территорий» в Дмитриевском поселении реконструирована подъездная автодорога от автомобильной дороги регионального значения до улицы Комсомольская. В поселке Майский произведены работы по ремонту подъездной автодороги протяженностью 1116 метров. Это центральная улица поселка, на которой расположены практически все значимые объекты. В хуторе казино Кужорский проведена реконструкция подъездной автодороги от автомобильной дороги регионального значения, проходящей рядом со школы до врачебной амбулатории. В ауле Кашихабль был проведен долгожданный ремонт подъездной автодороги, ведущей к важнейшему социальному объекту муниципалитета Кашхабльской центральной районной больницы. Здесь проведено освещение и установлено 11 светильников. В рамках данной программы в Кашхабском поселении появилась новая, сделанная по самым современным стандартам, скейт-площадка, рядом с которой расположились и новые спортивные уличные тренажеры. Посредством участия в программе Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея «Устойчивое развитие сельских территорий», которая также подразумевает привлечение внебюджетных средств, в ауле и герухай появилась замечательная детская игровая площадка. Благодаря участию в программе «Инициативное бюджетирование» жители села Анатырбова стали обладателями спортивной площадки. На территории Игнатьевского сельского поселения на площади Дома культуры были произведены работы по возведению аллеи памяти. Возможным это преобразование стало благодаря участию поселения в программе «Инициативное бюджетирование». В Волнинском поселении проделана колоссальная работа – строительство защитной дамбы на реке Лаба протяженностью 4014 метров. Согласно графику, берегоукрепительные работы были завершены в конце прошлого года.